Руслан Айсин, политолог, руководитель медиа-центра «Поистине». Здравствуйте, Руслан. Приветствую вас, коллеги. А в чем конечная цель нынешней миграционной политики российских властей? Россия без мигрантов или что? Она бы хотела быть без мигрантов, но она не может себе такое позволить. И сейчас у них стоит дилемма. С одной стороны, необходимо каким-то образом загнать мигрантов в рамки, чтобы они не чувствовали себя вольготно и комфортно. А с другой стороны, они в них резко нуждаются, потому что, согласно данным Министерства труда, России сейчас необходимо 4-8 миллиона трудовых мигрантов. То есть ресурсов категорически не хватает и не только для отправки на войну, но и для хозяйственных и экономических новостей. Ну, просто нет людей. Или те люди, которые имеются, они не в состоянии работать или коллеги, или просто не хотят работать за те заработные платы, которые предлагаются в этих отраслях. Соответственно, вот дилемма. Нужно привлекать трудовых мигрантов, иностранцев. С другой стороны, есть идеология русского мира, православие, самодержавие и народность, в которую они ни коим образом не входят. То есть они не могут быть ни православными, ни самодержавными. Ну, и в народность тоже особо как бы не подходит, в русскую народность. Поэтому идет давление со стороны Бастрыкиных и прочих. Магнитается мигрантофобия. С другой стороны, их активно привлекают. Вот эта вот шизофрения меня до сих пор смешит, как можно так действовать. Ну, в России часто так, в общем, часто применяют такие стратегемы. Говорят, да, при этом делают совершенно противоположное. Но так или иначе, видно, что и цивилизационный, и этнический лик России будет меняться. Она будет так или иначе исламизироваться, потому что русский народ вымирает. Вымирает стремительно достаточно. И не только по причине войны, но и вследствие естественных причин. Алкоголизм, в общем, низкая деторождаемость и все остальное. То есть, по многим позициям Россия находится в печальном списке. И занимает первые места по онкологии, по предумышленным убийствам, по самоубийствам, отравлением всякими препаратами и средствами, которые применяют люди, которые хотят получить какой-то кайф. Ну, и все прочее. То есть, это стремительный уход России на задворки. А, как известно, природа не терпит пустоты. И кто-то войдет на это место так или иначе. Да, вот, Руслан, спасибо, что вы, да, вот как вы сказали, вот это слово. Шизофрения. Потому что, ну, действительно, какая-то странная политика. Хотя, наверняка, эта странная политика, она давно во многих вопросах. И судя по той статистике, которую сейчас даже можно поднять на середину июля, правда, да, большинство тех, кто мог работать в Российской Федерации, как раз если мы говорим о мигрантах из Центральной Азии, они все-таки передислоцировались в основном в своем, это заработки в той же Азии, либо же в Европе. И вот такая вот реальность, она приведет, это уже к экономистам все-таки, но и с вами это хотелось бы тоже обсуждать. Роль российского рынка, она будет снижаться все-таки и дальше. Но есть все-таки те, кто продолжает, да, продолжает работать, те, кто приезжают все-таки, но те, кто проходят серьезные проверки, есть те, кого выдворяют, потому что нарушают, как считает Российская Федерация, законодательство, либо же все-таки условия пребывания на территории Российской Федерации. Есть те, кто отказывается по-быстрому брать паспорт, потому что были такие предложения. Но если ты это получил и теперь имеешь российское гражданство, давай по-быстрому все-таки отправляйся в Украину. Если говорить, страна вообще без мигрантов, любая страна, и нужно понимать, она не может существовать, точнее, существовать может, но функционировать так, как необходимо, она уже не сможет. Вот вы сейчас немножечко поговорили, а какое же все-таки будущее в этом вопросе? Понятное дело, что терактор к року Сити Холля, он усилил эти процессы, да, и отношения к мигрантам. Хотя, Руслан, и до этого к мигрантам относились, ну, в Российской Федерации так себе, да, ну, по-честному можем об этом говорить. Время пройдет, не то чтобы к року Сити Холл забудется, но все-таки немножечко по-другому все-таки эти процессы тоже, отношения будут. Как вы думаете, вот эта волна пройдет и снова мигранты нахлынут и будут в Российской Федерации работать? Либо же тут уже зависит от самой внутренней политики в России и министерств профильных, как они будут, скажем так, реагировать на тех же мигрантов? Я думаю, миграционный поток невозможно перекрыть. Дело в том, что просто-напросто те люди, которые нуждаются в средствах и ищут лучшую долю, это прежде всего таджики. Им деваться некуда. Узбеки еще могут остаться, кто-то действительно перевозируется в ту же Южную Корею, например, в Казахстан. А у таджиков большие проблемы, поэтому они вынуждены уезжать в Россию, подстраиваются, где-то живут нелегально, их вылавливают. Но так или иначе, как говорится, вода в любом случае найдет какую-то щель и просочится. И в России, в общем, несмотря на все эти крики и заверения, деваться некуда. Потому что просто-напросто не хватает рабочих рук, не хватает квалифицированных даже рабочих рук, которые замещают этими мигрантами на заводах, на фабриках, я уж не говорю про систему ЖКХ, транспорт. Все крупные города, они просто зависят от этих трудовых мигрантов. Улицы не убирают, это просто очевидные вещи, можно там задохнуться во всех этих испражнениях. Поэтому, так или иначе, ломаясь и кривляясь, российские власти все равно вынуждены будут приоткрыть эти шлюзы. А дальше будет интересно, потому что, с одной стороны, они поддерживают всю эту шовинистическую политику, всевозможные организации типа «Русские общины», созданные спецслужбами ФСБ, чтобы контролировать и кошмарить, как говорится, мигрантов, чтобы они не сильно расслаблялись. А с другой стороны, вынуждены их привлекать и легализовать. Так или иначе, это приведет, конечно, в какой-то степени конфликтной ситуации. Потому что сейчас то, что происходит в России, очевидным образом наталкивает на мысль, что будет гражданская война внутри, и вот поднятие уровня общей истерии, в том числе мигрантофобии, оно просто разожжет это пламя еще сильнее. Я еще раз подчеркиваю, что так или иначе, облик России будет меняться. Он будет более азиатским, он будет более исламским. В Москве, например, по разным оценкам, мусульман 2-3 миллиона человек. То есть, помимо того, что это этнические, там татары, чеченцы, башкиры и так далее, это азербайджанцы, узбеки, таджики, каргызы. Это огромная масса. И в какой-то момент, просто как в 1917 году, они выполнят роль латышских стрелков. И это, конечно, напрягает российские власти. Они прекрасно понимают, что, ну вот как происходит сейчас в Курске, что нет уже никакой армии, нет никакого народа, который там, вставая, страна огромная. Никто не будет защищать этот режим. А если режим будет падать, то его в состоянии будут взять наиболее пассионарные, наиболее дерзкие, наиболее целеустремленные люди, коими являются мигранты. Это же молодая поросль. Они уезжают со своих государств по причине того, что там нет места. И власти, кстати говоря, тот же Имамали Рахман, президент, диктатор Таджикистана, выдворяет их, потому что боится. Боится той самой революции, революции молодежи против этих стариков. Это ведь часто так бывает, когда революцию делают молодежь. Конечно, ее могут идеологически разрабатывать люди преклонного возраста, но в нее идут, как правило, люди, которые кипят какой-то страстью, страстью пассионарности. И это так или иначе, конечно, взорвет изнутри Российскую Федерацию. Она просто обречена на то, чтобы обвалиться в очередной раз за последние сто лет. — Руслан, вот в контексте того, о чем мы говорим, две недели назад, наверняка помните, было заявление сотрудника главного управления МВД по Московской области, который рассказал о том, что задача — осветлить регион. «Осветлить», да, цитируем это слово. Вот не кажется вам, что Россия вот с этой миграционной политикой, с отношением к мигрантам просто скатывается в какой-то пещерный расизм? Просто пещерный. — Абсолютно с вами согласен, потому что эта риторика, на которую применил этот человек, как говорится, не обезображенный интеллект, там просто по нему видно было, он же просто транслировал мысль начальников. Обычно эти люди, они своих мыслей-то не имеют. И то, что он сказал, естественным образом присутствует в мозгах и восприятиях высоких начальников, того же Бастрыкина, который сейчас оседлал эту тему и размахивает ей как флагом направо и налево. Но, опять-таки, повторюсь, вот этот вот пещерный нацизм, шовинизм, который они культивируют, он еще более усугубит их положение. Потому что те люди, которые могут быть к ним лояльны, ну, те же мигранты, например, часть мигрантов, они будут видеть, чувствовать, что к ним отношение просто как к людям третьего сорта, как к скоту. И в конечном итоге, когда они увидят, что эта власть будет хереть и слабеть, они ее с удовольствием, как говорил Ницше, падающего подтолкни, они ее обязательно подтолкнут. Мы видим, что и в транспорте это происходит, в общественном, как люди реагируют. Вот в Екатеринбурге было видео, там, вот представители этой русской общины под прикрытием силовиков, да, начали проверку мигрантов, которые организовали продажу фруктов и овощей. Так вот, набежали хорошие, так сказать, русские, тетки, бабки, и просто разграбили их лотки. Просто разграбили. Все прекрасно понимают, что рано или поздно будет такая ситуация, при которой каждый будет по свою сторону баррикад. Эти не любят коренных, коренные не любят мигрантов. Но при этом друг от друга очень сильно зависит. Но рано или поздно я просто напомню, как падал Рим. Поэтому ведь тоже была такая ненависть к мигрантам. В конечном итоге они вынуждены были их принимать. В конечном итоге в 211 году, по-моему, Каракалла вынужден был давать гражданство всем мигрантам, потому что кому-то нужно было воевать за Рим. А все это кончилось тем, что эти мигранты один за другим стали сменять императоров на троне. А потом просто-напросто империю развалили. Те же самые процессы идут и в России. В России дряхлая империя, а всякая дряхлеющая империя падает под натиском внешних и внутренних обстоятельств. Сейчас внутренние обстоятельства – это мигранты, которые приходят извне и просто, на мой взгляд, будут сейчас важнейшим и определяющим фактором российской внутренней политики на ближайшие 15 лет точно. Руслан, спасибо вам огромное. Спасибо за конструктивное общение. Руслан Айсин, политолог, руководитель медиа-центра. Поистине был с нами на связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе. Руслан Айсин, политолог, руководитель медиа-центра. Руслан Айсин, политолог, руководитель медиа-центра.